Здесь вот такая у меня яркая сиреневая гостиная. Здесь детская. У меня двое девчонок. Врач-педиатр Рахимя Аракчеева переехала в село Каратуское в 2013 году. Сразу после учёбы стала работать в местной больнице. За строительством дома наблюдала с закладки фундамента. Цветовую гамму комнат выбирала сама. В процессе строители учли все пожелания хозяйки. 8 марта новосёлы смогут заехать в новое жильё. Жильё, конечно, было необходимо, потому что здесь своего жилья не было. Здесь уже обезновилась семью и родила вторую дочку. И вот у нас уже такая вот большая семья, но без жилья. Мы немножко... Было такое время, когда и мы снимали. Разное было. И однокомнатное, и двухкомнатное. Разное было. Всё равно было мало места. И вот сейчас вот, конечно, это очень было необходимо. По программе «Социальное жильё» в селе Каратуское сегодня возводят пять домов. Все они предназначены для местных медиков. Строить начали в октябре. Все дома благоустроенные. По условиям договора, спустя пять лет работники здравоохранения получат право выкупить эти квадратные метры на очень выгодных условиях. Практически за последних три года на территорию Каратусского района приехало 15 молодых специалистов. Приезжают не только доктора одни, но приезжают и семьями. Штат местной районной больницы укомплектован на 100%. Нет дефицита и в узких специалистах. Качественную медицинскую помощь сегодня люди получают и в отдалённых деревнях и сёлах района, не выезжая за их пределы. Как только заработает программа бюджетное жильё в крае, у нас в принципе уже земельные участки все подготовлены, оформлены, зарезервированы под строительство бюджетного жилья. Мы готовы строить, готовы строить на условиях софинансирования со стороны муниципалитета и ждём потребность в жилье есть. Потому что, ну, наверное, 70% обращений жителей на приёмах у главы это жилищные вопросы. Что касается благоустройства придомовых территорий новостроек, этот вопрос будет решён совместно с жильцами уже этой весной. Власти района намерены помочь медикам и с материалами для строительства бань, дровенников и изгородей. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok